Галибров, прибор 100% стекла, поднимитесь, пожалуйста, до полного. Дверь приоткройте. Сотрудники ГИБДД проверяют, видят ли зареченские водители белый свет или пленка на стеклах не пропускает солнечные лучи. Для этого они используют специальный прибор. Требования по светопропускаемости у нас составляют 70%. И если кто-то из водителей использует на лобовом стекле защитную световую пленку, проще говоря, то ее ширина не должна превышать 14 сантиметров. Показатель светопропускаемости очень важен. Чтобы адекватно оценивать ситуацию на дороге, водителю нужна отличная видимость. Однако многие используют слишком сильную тонировку, которая не соответствует требованиям безопасности. Всего с начала года к административной ответственности по статье 12.5.3.1, то есть за управление транспортным средством, на стеклах которых нанесена такая пленка, составлено более 170 материалов. За аналогичный период прошлого года таких нарушений было выявлено больше. Однако данное нарушение все-таки остается достаточно весомым, так как может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Если пленка на стеклах автомобиля не соответствует нормативам, водитель должен заплатить штраф в размере 500 рублей. Кроме этого, он получает требование устранить техническую неисправность. Если водители не выполняют законные требования сотрудника полиции, может быть составлен административный материал по статье 19.3, то здесь уже рассматривает материал суд, но там сумма штрафа уже от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Сотрудники ГИБДД держат ситуацию с тонировкой стекол на контроле. Они регулярно проводят профилактические рейды и мероприятия.